Дорогие друзья, предлагаю вам окунуться в атмосферу города Славгорода в Алтайском крае. Славгород основан в 1910 году. У него очень интересная история. Его возникновение связано с проведением Столыпинской иммиграрной реформы. В августе 1910 года поселок Славгород посетил председатель Совета Министров Российской Империи Столыпин, который в ответ на просьбу жителей поселка обещал содействие в преобразовании его в город. В 1914 году поселок Славгород получил статус города. В 1916 году была подведена железная дорога с выходом через станцию Татарская на Транссибирскую магистраль. В 1917 году Славгород стал одним из уездных городов Алтайской губернии. К этому времени в нем действовали чугунно-литейный завод, паровозное депо, две паровых молотилки, скотобойня, маслобойна, кустарные мастерские, элеватор. Население города в то время насчитывало порядка 5000 человек. 2 июня 1941 года. Великая Отечественная война. Из города Славгорода и Славгородского района на фронт было призвано 6202 человека. В Славгороде формировались три стрелковые дивизии. Славгородцы собрали на строительство танковых колонн и боевых эскадриль и самолетов более 2 миллионов рублей. Из личных запасов колхозники сдали государству порядка 50 тысяч пудов хлеба. Эвакуированному населению, прибывшему в город, оказывалась помощь продовольствием, одеждой и обувью. Численность населения города в короткий срок увеличилась почти в два раза. В апреле 1943 года Верховный главнокомандующий Сталин телеграммы поблагодарил славгородцев за проявленную заботу о Красной Армии. В самом Славгороде немало достопримечательностей. Например, в западной части города расположен мемориал славы воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Он представляет собой высокую стелу, установленную на постаменте в виде звезды. Этот славный город находится в 20 километрах от Казахстана и славится наличием соленых озер. Пример тому – Бурлинское или же Розовое озеро. Пейзажи этого места действительно завораживают, а также привлекают всех фотографов и туристов. Дно озера усыпано кристаллами соли, прям как в сказке. Если решите посетить данное место, то никогда не пожалеете. Только прихватите с собой фотоаппарат и пресную воду. Эти вещи вам очень пригодятся. Славгород, город на Алтайской земле – это моя малая родина и вечная любовь в моем сердце. Славгород, город на Алтайской земле Дорогие земляки, дорогие мои друзья! Какое все-таки замечательное название у нашего города. Город Славгород. Я вот кому не скажу, где и что город – магическое, совершенно завораживающее название. Город Славгород. Он такой и есть, славный город. Это город, ну, очевидно, что я тут родился. Где родился, там и сгодился. Хотя, к сожалению, я давно уже не был в Славгороде. Разве что во сне. Снится очень часто. Очень часто мне снится город Славгород. В тех приметах, естественно, того времени. Сейчас он серьезно поменялся. Может быть, отчасти я по этому слегка рабею приехать. Я не очень хочу разрушать вот этот образ, что ли, детский. Это вполне естественное такое желание. Знаете, у Шпаликова, замечательного поэта, есть замечательные строки, по несчастью или счастью истина проста. Никогда не возвращайся в прежние места. Даже если пепелище выглядит полнее, не вернется то, что было ни тебе, ни мне. Но! Я все равно очень хочу приехать в Город Славгород. Я все равно хочу пройтись по улицам. Я хочу почувствовать вот этот вот аромат и детства, и времени. Потому что 110 лет, с одной стороны, это жизнь практически человеческая. Человек может прожить тоже 10 лет. Но для Города мне всегда казалось, что он старше. А оказывается, он совершенно еще молодой. Так что я не то, что я даже не могу, я вспоминаю. Он живет во мне всегда, ежезекундно. Город Славгород, ежезекундно живут. Какие-то воспоминания замечательные, школьные, детсадовские. Можно про это написать книгу. Поэтому я вас сердечно-сердечно поздравляю. Я вас всех люблю, я вас обнимаю. Я ваш земляк. Я ваш товарищ. Я ваш болельщик. Многие лета городу Славгороду и каждому из вас. Я вас всех обнимаю и целую.